Большие инвестиции, монтаж три месяца, все компоненты от лучших мировых производителей и хаос. Ложные срабатывания, потеря связи, зависание контроллеров, три недели поиска, десятки тысяч убытков. Причина — неправильно заземленный экран одного единственного сигнального кабеля. Сегодня мы не будем спорить, мы просто и наглядно покажем, как работает физика. Вы сами увидите, почему в одном случае нужно делать так, а в другом — совершенно иначе. В конце мы дадим простой и понятный набор правил, основанный на этих принципах. Оставайтесь, это должен знать каждый, кто работает с электрикой. Док, давайте соснов. Зачем вообще нужна эта металлическая оплетка вокруг проводов? У экрана две главные задачи. Первая — защита от электрического поля. Здесь все просто. Это классическая клетка Фарадея. Она просто не пускает внешнее электрическое поле внутрь, к нашим чувствительным проводам. А вторая задача? Защита от магнитного поля. Здесь все сложнее. Магнитное поле нельзя заблокировать, но можно ослабить. Для этого используют либо специальные сплавы, которые втягивают поле в себя, как пылесос, либо заставляют экран отражать поле с помощью вихревых токов. Хорошо. Экран — это наш щит. Но ведь это не единственный способ защиты. Совершенно верно. Есть и другой, принципиально иной подход. Если экран — это грубая сила, щит, который блокирует удар, то витая пара — это техника айкидо. Она использует силу противника против себя самого. Благодаря скрутке в каждом соседнем витке внешняя помеха наводит напряжение противоположной полярности. В итоге по всей длине кабеля эти наводки взаимно уничтожаются. Но ведь этого часто недостаточно. Правильно. Поэтому скрутку почти всегда используют вместе с дифференциальной передачей сигнала. Полезная информация передается двумя противофазными версиями. Плюс В по одному проводу и минус В по второму. А помеха наводится на оба провода одинаково. И на выходе приемник вычитает один сигнал из другого. Плюс В плюс помеха минус минус В плюс помеха. Раскрываем скобки. Помеха вычитается из помехи и исчезает. А полезный сигнал удваивается. Вот именно. Но это работает только при одном условии. Идеальном балансе. Любая ассиметрия превращает часть общей помехи в дифференциальную, которую приемник уже не отличит от сигнала. Поэтому для ответственных применений, например, в промышленной автоматизации, часто используют и витую пару, и экран. Получается двойная, самая надежная защита. Док, а теперь момент, которого, я уверен, ждали многие наши подписчики. Мы не раз говорили в наших выпусках, что заземлять экран кабеля нужно только с одной стороны, чтобы избежать земляных петель. И это вызывало много вопросов и споров в комментариях. Мы что, вводим зрителей в заблуждение? Лекса, это абсолютно правильный вопрос. И ответ на него – ключ к пониманию всей электромагнитной совместимости. Мы не опровергаем наше прошлое правило. Мы его уточняем. То правило – это золотой стандарт для борьбы с самой распространенной проблемой – низкочастотными помехами. Давайте начнем именно с нее. Проблема номер один – низкочастотная земляная петля. Она возникает, когда вы соединяете кабелем два устройства, заземленные в разных местах. Между этими точками земли всегда есть небольшая разница напряжений. Если заземлить экран с двух сторон, по нему начинает течь паразитный низкочастотный ток. Этот ток в экране сам по себе создает магнитное поле и наводит помехи на сигнальные провода внутри. Чтобы этого избежать, мы и применяем то самое правило номер один – заземляем экран только с одной стороны. Так мы физически разрываем эту петлю. Логично. А с какой стороны? У прибора, который передает сигнал, или у того, кто принимает? Здесь есть нюанс. Как правило, безопаснее заземлять со стороны источника сигнала. Если заземлить у приемника, ток помехи может найти обходной путь через сигнальные провода и паразитную каписть экрана. Что тоже плохо. Хорошо. Значит, по умолчанию, для борьбы с земляными петлями одна сторона у источника. Тогда зачем вообще нужно заземлять с двух сторон и создавать эту петлю? Для борьбы с проблемой номер два – высокочастотные наводки и эффекты длинной линии. Помните наш выпуск про вскрытие земли, где мы говорили, что на высоких частотах обычный провод превращается в высокоомный резистор из-за индуктивности. С экраном происходит то же самое. То есть его сопротивление для ВЧ-помех сильно растет. Именно. И это создает две новые проблемы. Во-первых, любая емкостная наводка на экран теперь на его высоком сопротивлении создает огромное падение напряжения. Этот шумный потенциал экрана легко просачивается на сигнальные жилы через паразитную емкость экрана. Во-вторых, если кабель длинный, он начинает вести себя как антенна, резонируя на определенных частотах. И как с этим бороться? Единственный способ — это кардинально уменьшить высокочастотное сопротивление экрана. А для этого мы применяем правило номер два — заземляем экран с двух сторон. Такое подключение создает для высокочастотных помех и синфазных токов короткий и низкоомный путь для слива на Землю. Мы не даем потенциалу экрана всплыть и превратиться в источник помех. Погодите, но это же снова создаст земляную петлю для низких частот. Да. И именно так. И в этом суть инженерного компромисса. Применяя двухсторонние заземления, мы сознательно идем на риск появления низкочастотной петли, потому что считаем, что высокочастотные проблемы в данном случае — большее зло. Мы выбираем тактику под конкретного врага. То есть мы всегда должны выбирать, от чего защищаться. А нельзя ли получить все и сразу? Можно. Для этого инженеры придумали несколько умных решений. Решение номер один — гибридное заземление. Это гениальный трюк. Мы заземляем экран напрямую с одной стороны, а с другой — через конденсатор. Он не пропускает низкочастотный ток земляной петли, но для высокочастотных токов является проводником и сливает их на Землю. Решение номер два — двойное экранирование. В таких кабелях два экрана, один внутри другого. Внутренний экран мы заземляем с одной стороны для защиты от земляной петли, а внешний — с двух сторон для защиты от высокочастотных наводок. И решение номер три — гальваническая развязка. Это самый радикальный метод. Мы полностью разрываем электрический контакт между устройствами с помощью трансформаторов или оптики. Нет контакта — нет и земляной петли. А что с очень длинными кабелями? Для длинных вычелений используем многоточечное заземление. Заземляем экран не только по краям, но и по всей длине, с шагом не более 1,20 длины волны помехи, чтобы он не превратился в резонирующую антенну. Док, это было очень наглядно. Давайте подведем итог в виде простых правил. С удовольствием. Вот основные принципы. Правило номер один — определи главную угрозу. Это низкочастотная земляная петля или высокочастотные наводки и излучения. Ваша защита должна быть нацелена на самого сильного врага. Правило номер два — против земляной петли заземляйте экран с одной стороны, предпочтительно у источника. Правило номер три — против ВЧ-проблем. Заземляйте экран с двух или более сторон. Правило номер четыре — в сложных, смешанных случаях используйте гибридное заземление или гальваническую развязку. И правило номер пять — для максимальной защиты в жестких условиях. Используйте двойной экран. Вот так, друзья, сложный спор распадается на набор простых и логичных правил, если понимать физику. Нет правильного или неправильного способа. Есть способ, подходящий для решения вашей конкретной проблемы. Главный вывод — сначала определите вашу главную угрозу и только потом выбирайте тактику. Системный подход и внимание к деталям — залог надежной работы вашего оборудования. А какой самый загадочный случай с помехами был в вашей практике? Как вы заземляете экран? С одной или двух сторон? Напишите, что работает у вас, ведь, возможно, ваш комментарий поможет коллеге избежать катастрофы. Ставьте лайк, подписывайтесь. С вами были Лекса и доктор Кузнецов в программе «Апгрейд». «Апгрейд».